Вот мы вышли с Некуськой гулять. Скажи привет! Она сказала привет громко. Мы с ней вышли гулять вечером. Так, не знаю, можно ли будет меня вот так вот увидеть. Уже темно. И так, самый-самый добрый вечер. Такой ветерочек, как бы целый день такой ветерок был, прохладненький. А сейчас вообще прям такие порывы. И вот там позади меня видны такие тучи. Сильные. Сильные тучи, черные. Сильный ветер, тучи черные. А дерево это красивое, но темно сейчас не будет видно. И так, мы с Некуськой все-таки решили рискнуть пойти погулять. И если дождик вдруг падет, ну что делать? Надеюсь, не растаем. И так. Опять. В который раз? В который раз? Но небо всегда разное. Вот он, самолет летит. Возле нас рядом аэропорт. Счастливого полета тебе, самолет. Тучи черные. Прямо в бой у них. Некусик, что ты, как ты думаешь? Коротенький пусть сделаем или длинный? Можно вот тут вот обойти вокруг? Или можно вот такой длинный круг большой сделать? Наверное, я сделаю короткий. Неки, пошли. Я, наверное, потом без них. И так хочется побегать. Мне вообще редко такое желание бегать. А сейчас мне почему-то хочется побегать. Если иногда случается, начинаю бегать вместе с Неки, она кидается мне под ноги, и я просто боюсь, что она меня может... Либо я ее сбить. Неки, она привыкла туда ходить. Некочка, пошли сюда, моя хорошая. Я хочу побегать сегодня. Я с тобой сейчас прогуляюсь. Тебя оставь. Иди. Вот она так резко остановилась. Я чуть было за ее задницу не зацепилась. Идем. Такая дурная собака. Господи. Найдет какую-то духлую лягушку. Или там что-то такое. Белка бывает иногда там взбитая, а кем-то духлая. Такая же вонюченькая. И начинает о нее ушами тереться. И мордахой своей тереться. Фу, такую гадость. Я до голоса говорю, что она-то, зачем она такое делает? Он говорит, ну она же собака, она же зверь. Она вот этими запахами, как бы, это у нее в крови там, что как бы в натуре в ее. Она как бы вот эти гадостные запахи набирает, чтобы вот пугать всех вокруг себя. Никто ж кроме... Да пошли ж ты уже, Неки. Никого ж возле нее нет, кроме нас. Я, да, Дугл, да, Ваня. Нас она, наверное, хочет пугать. А облака такого фиолетового цвета. Вот еще один самолет. Пошли, Некоська, пошли. Пошли, моя хорошая. Сейчас что-то будет. Сейчас такой ливенюка будет, наверное. Идем скорее. Ноябрь еще не кончится. У нас сезон ураганов начинается с 1 июня. И заканчивается 1 декабря. Так что у нас еще вполне возможно, к нам еще может прийти ураган. Кстати, совсем недавно был ураган Рина. Но как бы он нас не зацепил, он зацепил сильно Мексику. Сюда он не дошел. Он уже здесь, перед тем, как сюда... То есть он уже у берегов Мексики потерял свою силу. Вот эти красивые красные такие деревья. Но не видно, темно. Темно, темно, темно. Сейчас только можно видеть вот эти вот тучи. Хотя только 5 часов... Не 5, 6 часов. Только 6 часов, и так уже темно. Никусич, кричи, моя хорошая. Ну что ж ты мне прям под ноги? Иди там, можешь бандовать. Скажи, и пошел ты в задницу. Нужен ты мне спалить. Вот там корни видны, как вылезли на вид наружу. Небо такого фиолетового цвета. Ой, как красиво. Прохладненько. Прям хочется какую-то курточку накинуть на себя. Днем вообще жара была. Но вечером так хорошо прохладно. А когда мы спим ночью, ветерок дунет. И так иногда даже ушки подмерзают. Вот наш сосед. Хороший такой дяденька. У него там гаражи чистота. Вон, несколько раз я проходила мимо. Мы с другом даже проходили когда-то собака. Hello! И он открыл гараж. А у него там, боже, все вылезано. Все покрашено. Никочка, пошли, моя хорошая. Ну все, я, наверное... Вот еще один самолетик, и я закрываю камеру, потому что уже очень темно, уже ничего не видно. Аэропорт совсем рядом. Ну вот и все. Все, до свидания. До свидания. Никусик, идем. Скорей, скорей, скорей. Вот уже слышно, как поют сверчки. Идем, 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 идем. Это я наступаю под ногами. Скрипят эти. Я наступаю на желуди. Я часто хожу ходить босиком. Но вот сейчас, когда желуди падают, конечно, больно на них наступать. И приходится одевать тапочки. Ходить в тапочках. Иди, иди, Никочка, иди, мой хороший дед. Я на тебя могу наступить. Иди. Я же не хочу упасть через тебя. Это когда у нас Воу был. Первая собака наша, Дуники. Я когда только приехала в 2005 году сюда. Дом-то большой. И не весь ночью освещен. Там есть какие-то светильнички были. Такие не очень яркие. И я когда-то шла и наступила на Боу. И от испуга, что я, чтобы его не поранить, я так перепрыгнула, как-то сама за свои ноги зацепилась. Так сильно упала. Выбила себе почти челюсть. Ну, так вот не выбила, но сильно ударилась. И сломала руку. Вот что там, вот что там можно было найти на нюхарках. Иди. Так упала. Сломала себе руку левую. Выше локтя. Ой. Так бедный Боу. Он как будто, он как этот, как будто, как будто вот, типа, ой, прости меня, я же не хотел. Как он возле... Он вообще такой мальчик такой был. Не очень такой. На ласке не очень. А тот вот прям от меня не отходил. Вот как будто что-то хотел сказать. Да я же не хотел. Да я же, ну я же тебе под ноги попал. Ты я же не специально. Птичка моя. Жалко так. Пришлось нам его усыпить. Он уже старенький стал. Стал писиться у нас. Ой. Бедный Дуглас, конечно, как он нашел себе силы. Он его взял, отвез. Ну, понятное дело, что уже мучить животное и себя. И он отвез его и усыпил. И приехал домой. А в глазах боль. А я ему до этого говорила, все, это последняя собака. Больше собак мы брать не будем. Ну, потому что грязь от них, от собак. Волосы от них. Ну, тот, у кого дома собака, знают. Запахи такие, конечно. Она у нас такая вонючка, маленькая. Мы ее хоть и моем, все равно вот она же пойдет, где-то дыхлятину найдет. И когда Дуглас пришел домой с этими глазами, мне Дугласа стало ужасно жалко. Думаю, господи. Я ему говорю, пошли, давай, пойдем возьмем новую собаку. Мы сели в машину, и вот мы выбрали Никуську. Мы взяли ее с этого, ну, как бы сказать, с дома усыновления. Идем. Собачьего питомника. Не питомник даже, а собачий шелтер, куда отдают собак ненужных. Она маленькая совсем была. Вот у кого-то родятся маленькие детки, допустим, собачки, кошечки. А люди, ну, не могут тянуть. У нас там их в России, в Украине, в Советском Союзе бывшем. Их там топят. Здесь никто никого не топит. Здесь звонят в службу животных. И приезжают, и забирают собаку, кошку, луку. Или, допустим, старая собака. Ну, мало ли, по какой-то причине тебе не нужна собака, кошка. Никогда, никогда на улицу не выгонят. Позвонят, приедут, заберут. Никусичка, пришли, моя хорошая, пойдем. Идем, моя крошка. Боже, такую собаку взяли. Самую лучшую вообще в мире. И Дуглас такой мне говорит. Ты ж смотри, не задумай сразу влюбиться в первую попавшую собаку. Взять ее. Ну, как можно не влюбиться в первую попавшую, если там такие глаза. Но наша, правда, наша крошка спала. Такая Сонечка. Я ее за ухо давай тянусь. Она спит и все. Я ее прямо тянула. Я клетку пальцев сунула и давай ее вытягивать, перетягивать. Но многие собаки, кто гавкает, кто там... Она вообще спала. Я говорю, вот это наше с тобой дитё. Вот это, вот это, вот это у нее выдержка. Вот это у нее сила духа. Вот это нервы у нее. Супер. И так она оказалась такая умница. Она для меня человек. Только вонюченькая. Если бы она еще мылась бы каждый день хотя бы. Или хотя бы через день. Да не кусик. Все. Все, пока-пока.